В этой братской могиле у агрегородка Шарстин на один момент похова на 900 бойцов червоной армии. Лишь бахвер периодично изменяется. Каждый год на территории Гомельшины ведутся пошуковые работы. Специалисты находят новые следы войны из-за инуших. Останки семярых бойцов нашли в Ветковском районе литерально напроконцы лета. Имеющий аэрофотосъемку немецкую, которую мы тоже приобретаем в архивах американских, расшифровываем их, смотрим на эти фотографии, исследуем местность. С помощью аппаратуры, с помощью смекалок различных, поисковых находим бойцов. Здесь прошли ожесточенные бои, история которых практически умалкивает. Если все знают и говорят про Хальч, то вот это место, Юркович и Новоселки, почему-то забывают. А здесь очень интересные события происходили. В 1943-м отбывается коренный перелом в Великой Отчинной войне. Перемога червоной армии в Сталинграде примусила германские войски отступать. 17 вересня 1943-го вызвали Лебранск, а про шесть дней – первый белорусский населенный пункт Комарын. Советские войски активно и шли вызволять Гомель, а Лемета была досягнута только раз полтора месяца лютых боев. В течение месяца здесь происходили кровополитные бои, потому что это была в основном низина. Так как две деревни – Шерстин, Хальч, старое село находятся на высотах, то все, кто форсировал СОЖ, выходил на берег, естественно, были как на ладони. И очень многие здесь погибли. Естественно, были не захоронены. И уже в ноябре началась Гомельско-реческая наступательная операция, в результате которой и были в итоге освобождены и Хальч, и Шерстин. С юга и с севера, получается, с нашей стороны, был полуокружение взят город Гомель, откуда немцы в итоге отступили. Везки Хальч, Шерстин, Юрковичи. Пашуковые отрады протягивают исти по следах войны, протягивающий спис Яя-Ахвяр. В данный момент надо четко понимать, что мы, наверное, уже не для себя, а для будущего поколения формируем память о тех страшных событиях, которые происходили на территории нашей страны и в целом всей Европы. Пока мы будем помнить это и передадим нашим детям, внукам, то и память об этом будет жить, и данные события не должны повторяться больше в истории человечества. Прос 81 год знайденных семерых героев перепоховали по христианских традициях. Сколько у ветковских землях ящеля жить загинувших солдат никому не вядома. Пошуки протягиваются. Ирина Дробышевская, Александр Чернышевич, Телерадиокомпания «Гомель».